На территории, по-другому снимать запрещено. Что? Чем запрещено? Я говорю, на территории на территории... Чем запрещено? Режимные объекты, еще раз записные. Я продаю. Вот, я еще начала наставкой заниматься. Приходят, наверное, такие вот, как молодежь, как вы, наверное, вот и писульки здесь, наверное, выписывают. Ну, мы не погранили. Что-то не стереть это, что ли? Ну, надо что-то с этим сделать, правильно? Пришли как заявители, сделали замечание. Ну, чтобы замечание, вот, взяли бы и как-нибудь там сделали стереть, понимаешь, нет? Ну, слушай, ну, можно за 20 лет. Нет, ну, а что-то писать? Ну, я-то сейчас сдам, конечно, он в полиполицию туда вот проходил, Абручевский, да? Давайте. Конечно. Попробуйте. Писуй. Что-то он заднюю сдал, я не знаю. Я думал, с ним выскочим, проверим, от того он способен. Будем ждать дисциплинарочки, да? Хорошо, да. Полицейский, новый-новый полицейский. Называй, как хочешь, ты, те же самые, как ты, полицейский. У нас отдельный батальон ДПС, ГИБДД, ОВД, ЮЗАО. Какие молодцы. Но там машинка на тротуаре стоит. Обручево 25. Тут регулярно, ежедневно практически стоят машины. Поэтому мы решили написать заявление по этому поводу. Ну вот дежурный считает то, что без документов нельзя проходить дежурную часть. Представляться он также не считает нужным. Поэтому ждем дежурную сюда. Здравствуйте. Куда? Дежурную часть. Что, для чего? Заявление написать. Что? Заявление написать. Все в четыром? Втроем. Втроем? Втроем? Втроем. По поводу правонарушения. Давайте мне быстрее еще нечистот покажу. Окей. Заявление, что же паспорт с собой? Да. Слушайте, а у меня нет паспорта с собой? Нет, ничего с собой. У меня ничего нет. Скажу, будете писать, согласитесь, принимать. По 736 приказу, как положено. Хорошо. Что на вас напишем? Напишите, а не напишите. У вас пропускной режим. Вы знаете, режим на вих. Пусть когда дежурная выходит здесь принимать заявление. Что могу сказать? Девушка, вы еще? Меня не пропустите, нет? Я сейчас возьму дежурную. Давайте. Пусть вас принимать. Давайте. Все, здесь. Крестон. 7 7 3 7 8 6 как режим набег как то граждане доходит что как то граждане доходит а вы пропуск выписываете а то есть без документа нельзя пройти сейчас он придет дежурный возьмет заберет вас жить пока на улице грунту положим алик оль пусть дежурный выйдет здесь у меня заявитель без документов ничего заявление хочет писать ну не знаю хочет с дежурных общаться да пусть подходит ждите что подойдет сумма 6 на улице подождите я вам увидит дежурный и к вам подойдет хорошо так что пойдем да конечно здрасте что то снимать снимать здесь не надо это кто вы а как вы меня на режим набег как пустите я еще раз объясняю меня кто мне объясняет вы не поняли что это свое нарушение до этого какого нарушения вы чего не представляетесь такая гражданин обращает вас не останавливалась честно я к вам у вас с вами диалог происходит или что скажи что у меня обращение к вам или заявление вы пришли заявление писать сюда во первых вы ко мне обратились прежде всего узнали цель причина моего визита так вы не зашли туда вы зашли да я зашел хорошо есть ноги видеть мы с вами ведем диалог делал почему еще не знаю вашу фамилию должности звание а ваш вы пришли мне сейчас просили замечательно замечательно я вас вообще не останавливал и ко мне обращался вы ко мне обращаетесь это раз да все еще и меняет чем менять или ваш фамилия но есть когда я к вам обращаюсь не это самое ваш фамилия на территории потом снимать что чем запрещено чем запрещено режимный объект и еще раз объясняю норматив правовой акции сошлите пожалуйста чем запрещено снимать чем выйти сейчас придет за вами дежурник замытьте пожалуйста или вам придется дежурник хорошо уходите из-за территории запрещено снимать да 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 я вам сказал я это кто кстати вы уже требу не предъявляете как нет я понял какой сказочный человек дежурник разрешил снимать неужели все разрешил да так черт значок вы потом напишите заявление на меня полицейский вы гражданину скажете чтобы он пристегнулся а то он нарушит правила дорожного движения не дай бог ну пока стоит просто чтобы вы не забыли ну мало ли прям в отделе полиции нарушит ПТД нехорошо так так все 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 тут смотри почему общественное место тут видишь информация ну да все для граждан расположены у нас открытый доступ к информации пойдем тут можно ознакомиться почитать фиксируем здравствуйте здравствуйте можно два заявления бланка два заявления да бланка заявления давайте так одно раз знаете как написать естественно за еще запечатан заведение раз в принципе готово это у нас дата должно содержать дату сейчас зачитаю сейчас зачитаю 4005 2018 по адресу обручеву 25 я стал свидетелем нарушения требований ПДД пункта 12.2 ПДД РФ на автомашине государственный инструкционный знак В 202ЕВ 197 а именно стоянка на тротуаре 17 часов 30 минут прошу вас будет дело административного правонарушения по части 6 ст. 12.19 КОПРФ привлечь виновного водителя к административной ответственности собственно что я вам дата подпись по идее точно еще быть разъяснение прав но что-то тут введено нет вот ничего страшного а не потом запрос а не потом запрос ну по идее так еще вторую пописать пописал второе заявление да пожалуйста так дата опять время нарушения там событий да адрес обручеву 25 так ну и краткая суть я пришел в ОБДПС ГИБДД по ЮЗАУ с целью написания заявления о правонарушении на КПП сидел в дежурной с нагрудным знаком 773786 который не представился при обращении ко мне также так потребовал документы для прохода до дежурной части которых у меня не было прошу привлечь данного сотрудника к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований ст. 5 ФЗ-3 о полиции а также провести с ним воспитательную беседу о не допущении нарушения требований законодательства РФ число подпись вот собственно что могу сказать ФЗ-3 это ФЗ полиции соответственно статья 5 это обязанности полиции обязанности полиции при обращении к гражданам представляться называть свое должное звание и фамилию то с чего сказать цель и причина обращения вот также когда граждан обращается к полицейскому он обязан выполнять те же требования только удостоверение показывать не обязан а когда он обращается с требованиями он обязан показывать удостоверение по первому требованию вот сейчас мы все это отдаем получается джурную часть заявления и получаем талон уведомления к УСП в котором указан номер в книге учет сообщение о происшествиях так так где конкретно вот прям вот тут с левой стороны дежурной части 20 метров прям вот у вас на тротуаре в ту сторону или это в ту в ту сторону на тротуаре стоит 20 метров да не патрульная нет гражданская так что можете ее прямо сейчас утащить а этому сказали который сидит там на хране он не спрашивал больше паспорт интересного я понял записали номерочек какой-то машины марка номер вот здесь номер машины V202EV не но мне сейчас надо передать у нас там с эвакуатором ездить надо сказать какая марка передать volkswagen fosad fosad серия но она там одна пока что и сейчас она стоит сейчас она стоит да вы по крайней мере заходили стоял вот именно что это она там стоит так сейчас я зарегистрирую да да номера сразу можно запишите там телефон будет она у вас как номер разбирательства да она сейчас идет с конселярией сейчас я вам запишу номер 3 3 3 какой там 1150 вообще на рассмотрение месяц ну я знаю там если видеозапись фото видео нужно по запросу вы туда позвоните скажите, скажите, что по дону а нам уже все есть регистрируем, наверх отдаем и там уже руководство рассматривает да, хорошо да, спасибо а номерочки запишите туда? а, копии сделать? да, спасибо копии я понял, копии вообще хорошо спасибо а можно вас еще на секундочку сюда? да можно вас на секундочку еще вот сюда да, да, конечно чтобы я вам показал сразу смотрите, так вот хороший у вас отдел, красиво все оформлено да, смотрите там вот точно надписи такие ну вот приходят, наверно, такие вот, молодежь как вы, наверное, и писульки здесь, наверно выписывают ну, мы ничего огранили и что, молодежь не стереть это что? ну, мы пришли, как заявители вот, сделали замечания нет, чтобы замечания делать, взяли бы и как-нибудь сделали стерну понимаешь ну слушайте, ну можно за 20 лет ну что-то писать тут и замечание к нам делать, понимаете, да? не, ну нормально, давайте еще что-нибудь тут напишем что-нибудь матерное Давайте. Не, ну а что тут писульки? Я сейчас сдам, девчон, в полиполицию. Обручевский, да? Давайте. Конечно. Попробуйте. Писульки. Заняться нечем. Учись, идим и слушай. Потом писульки будете очень много взять. В институт. Поступай, учись. Спасибо. А то почерк вообще на разборчике, понят вообще не разно. А то будете как вы, да? Что-то он заднюю сдал, я не знаю. Я думал с ним выскорчу, проверим, а кто он способен. Ага. И ушел. Вот так вот матерные слова тут написаны у них. А виноваты мы, да? Вот как хорошо-то придумали. Да, писульки пишем, да? Они, может, 20 лет эти слова тут написаны, а мы писульки пишем. Ой-ой-ой. Ну ладно, ладно. Все очень? Нет, все. Так, ну что, пойдемте? Он давно получился? Да. Коби даже сделал. Оооо. Гневный стал. Ну ничего. Ну потому что за эти бусильки-то и вологи, так сказать, тут-то не он. Ну да. А вот все так красиво. Ну, он эти бусильки ежедневно принимает. Тогда получается он бесполезен, что ли? Я не понимаю. Просто смысл тогда его работы, если он бесполезен. Вот туалет тут. Кстати, интересно, какой тут туалет? Да, он там выход. Где пишешь? В общественном? Да. А где выход пишешь? Выход там. А где выход пишешь? А где выход пишешь? Выход там. На видео. Вот. На вот этого написал сейчас в стандартном виде жалобы. Причем дежурный что-то сначала был какой-то адекватный. А потом что-то мне понравились ему эти писульки. Да. Все, разрешили. Погодите. Да, да, да. Все записали, написали? Да, да. Хорошо. Будем ждать подписки. Да, будем ждать дисциплинарочки. Хорошо. Да. Давайте, удачи вам. И вам того же. И машина едет сразу. И машина едет, да. Наверное, и чья поехала. Не сложно догадаться, чья была машина, да? То, что она пропала куда-то. Да, да. Сказала, что это может быть подключен. Вот так. Вот так.